Мост объявляется открытым. Ура! Этот мост в станице Нижнебаканской был разрушен во время сильного наводнения. Таким он был еще неделю назад. Мост решили восстановить волонтеры. Самостоятельно искали оборудование и специалистов. Пускай на памятной доске Петербург через букву И... Мы это увидели сразу и поняли, и посмеялись этому. Ничего страшного. Но удивляет другое. За несколько недель волонтерам удалось справиться с тем, что районная власть не смогла сделать за 10 лет. Например, этот пешеходный мост не был даже освещен. Добровольцы сами съездили в Крымск, купили уличный фонарь, протянули провода. А это уже центр Крымска. Здесь топ-модель, и глава фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова открыла детскую площадку. С маленькими всегда легче находить общий язык. Через два часа мы уже говорили обо всем. Про футбол, про Бога и вообще про философию. Я ни разу не затронула тему того, что с ними произошло, вообще ни разу. Первый день работы на площадку привели поиграть 110 детей. С ними работают психологи, которые помогали пострадавшим в Беслане и Норд-Осте. Родители могут привести, немножко заняться своими разгребаниями своего кошмара. И мы в это время подменим их, и они не будут, у них болеть голова, что дети на улице или брошенные, и ноют, ходят там по двору, мама, дай то, купи это. Мы будем существовать до 1 сентября. Я думаю, там уже нас выгонят, а то дети в школу не захотят идти. Помощь в Крымск приходит со всей России. В 6 утра, пока не жарко, волонтеры совместно с МЧС разгружают фуры. Тысячи раскладушек, матрасы, подушки, 500 строительных комплектов, детские рюкзаки и медицинский кабинет для полевого лагеря удалось купить на деньги, которые люди доверили Тине Канделаке. Общая сумма 4,5 миллиона рублей. Вместе со своей командой она приехала в Крымск проконтролировать, как распределяют гуманитарную помощь. Я просто много раскладушек привезла, но некоторые хочу сама довести, чтобы мы посмотрели, что точно дошли. Ну я на полу сплю, сестры. Нет, дело не в этом. Я же говорю, просто хочу видеть, что точно до людей дошло, что никуда не уехало. Да нет, вот мы. Домой к Алексею Герасимову приходило уже несколько комиссий оценивать масштаб разрушений. Но четкого ответа так никто не дал. Построят ли новый дом или придется ремонтировать старый. Здесь, даже если срезать этот весь металл и сдать его металлом по 8 рублей, здесь тысяч на сто будет. Ну честно, так вот по-хозяйски как. А по жилью пока никакой определенности, куда переселять, как переселять, где-то кто-то ездит, там дома смотрят. Железнодорожник Алексей на своей Ниве спасал семью, соседей и случайных прохожих. Доехал, беременную женщину вывез. Кстати, родила в роддоме лежит, это замуж сейчас с ребенком. Это то, что успел. Дальше либо сам утоплюсь, либо и машину утоплю. Житель Крымска Устян Мамикон в разгар наводнения спас шестимесячного сына сестры. Делал ему искусственное дыхание. Вся семья спаслась. Но потом Мамикон утонул в бюрократии. Он пять дней собирал справки для получения компенсаций. Трое деньги получили. Еще четверых родственников почему-то нет даже в списках. Я вот ходил две недели, было в списках, потом исчезли. Еще четыре дня бегаю, говорю, что стало. А вот не знаем, ждите, ждите, ждите. Вчера только узнал, что типа на капитальный ремонт поставили. Я говорю, а что дальше, пока не знаю. Даже тем, кому положена компенсация, не сообщают, как и где ее можно получить. В Краснодарском крае 15 часов и 23 минуты продолжает свою работу радиоэлектронных фильмов на волнах 105,7. Это город Крымск. Меня зовут Валерий Донской. Наши гости Тина Кандылаки, ведущая, продюсер и общественный деятель. Тина, здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. В прямом эфире звучат типичные истории от пострадавших. Всех объединяет одно. Людям никто не кинул спасательный круг в виде адресной юридической помощи. Вы знаете, Алексей Железнодорожник, я в Твиттере написал, очень хорошо сказал. Он сказал, когда мы нужны государству, мы все есть в интернете. А когда нам нужно государство, мы должны принести справку о том, что у нас есть справка. Но это чудовищно. Я вообще не понимаю, почему не сделали принцип одного окна, в который они могли прийти, и в этом одном окне можно было решить все свои вопросы. Но это, конечно, за гранью добра и зла, чтобы люди в шоковом состоянии ходили и с очереди в очередь переходили. Поэтому я чего хочу сделать? Я уже разговаривала с юристами в Москве, с молодыми ребятами, которые готовы. Я сама возьму их на зарплату, чтобы они поработали с людьми, проконсультировали людей и помогли людям, которым положены деньги, положена жилплощадь. Наверное, не всем. Понятно, что всех не осиливают. Но с кем я переговорила, чтобы этим людям помогли. Мошенники пользуются правовой неграмотностью людей. Например, у Анастасии Кинчак до наводнения был жилой дом на 85 квадратных метров и участок земли. Она жила здесь с двумя внуками, а сейчас ей предлагают переселиться в однокомнатную квартиру в 33 квадрата. За каждый дополнительный метр требуют доплатить по 33 600 рублей. Такой метод компенсации вызывает подозрения. А я говорю, ну хорошо, мы вот эти деньги отдадим 300, а где я 100 возьму? Я на пенсии. Я не знаю, что делать. Отряды МЧС и волонтерские организации как могут обеспечивают жителей всем необходимым. Однако юридической помощи пострадавшим в Крымске пока искать негде. Местным чиновникам удалось выйти сухими из воды. Местным чиновникам удалось выйти сухими из воды. Местным чиновникам удалось выйти сухими из воды.